Ровно 105 лет назад точно такой же Коломенский моторный вагон совершил первую трамвайную поездку в Самаре по маршруту номер 2. Потому что именно этот маршрут двигался в центр города, а вот маршрут номер 1 в сторону дачных массивов. Но оба маршрута проходили мимо самарской тюрьмы. Об этом написал и Михаил Булгаков в своем дневнике. В Самаре два трамвая. На одном надпись площадь революции тюрьма, на другом площадь советская тюрьма. Что-то в этом роде. Словом, все дороги ведут в Рим. Но тем не менее, стать первым пассажиром самарского трамвая было очень почетно. Некоторым даже дарили билет на первую поездку. Свидетельства об этом, чертежи и документы, фотографии и переписки авторов технического прорыва того времени бережно хранятся в Самарском музее ТТУ. Он отличается от подобных в других городах. Здесь акцент сделан не на технику, а на историях людей, а тех, кто прокладывал первые рельсы, и тех, кто сейчас в мастерских поддерживает вагоны в хорошем состоянии и управляют ими. Я считаю, что как большая река из маленьких ручейков, из капелек даже воды состоит. Да, вот здесь вот каждый свою капельку какую-то внес. И наша история вот такая живая, большая. И слава богу, она продолжается. И сегодняшний день мы можем тоже с уверенностью сказать, что мы ничего не зачеркнули, мы ничего не забыли. Мы стараемся продолжать. Однако и техника в музее есть. Тут и модели трамваев и троллейбусов разных эпох, руль и двигатель первого трамвая, а также билетные аппараты. Компостер, который оставляет на билете специальную букву маршрута, и касса самообслуживания. Такой аппарат в работе застала и Елена Немцева. Водитель трамвая с 37-летним стажем. Начинала свою работу она на модели Т3. Городскую схему женщина знает наизусть. Ей довелось проехать по каждому маршруту в Самаре. Даже по тем, которые устарели и их закрыли. Елена признается, водитель трамвая – профессия очень романтичная. Работа нравилась, потому что выезжаешь и рассвет встречаешь, и первые пассажиры, и когда работаешь по одному маршруту, они тебя узнают и с праздником поздравляют. И когда опаздываешь, ругаются, потому что вот во сколько должны приехать, а вы во столько приехали. Новогодние праздники, если первого числа выезжаешь первым трамваем с площади Куйбышева, собираешь всех. Ну, люди отгуляли, а ты едешь. Мне нравилось. Сегодня водителями, кондукторами, механиками, ремонтниками работают более 4 тысяч человек. Ежедневно на улицах Самары пассажиров перевозят 300 единиц подвижного состава. Общий пассажиропоток за год – почти 100 миллионов человек. Сейчас в городе 434 трамвая и 236 троллейбусов – чешского, белорусского и отечественного производства. Парк машин постоянно обновляется. Устаревшие вагоны сменяют современные. Каждый день мы перевозим большое количество людей. И для нас, конечно, так как мы оказываем и работаем в сфере услуг, для нас, конечно, важно, чтобы мы свою работу делали качественно, плодотворно, чтобы были положительные отзывы. В трамваях и троллейбусах вовсю активно работает система бесконтактной оплаты проезда. В этом году специалисты продолжат развивать систему автоматического переключения стрелок, чтобы водителям не приходилось выходить из вагона. Такие системы будут внедрять на сложных перекрестках – Ташкентское, Московское шоссе и Новосадовое, Нововокзальное. Все это делается, чтобы проезд в городском электрическом транспорте для самарцев стал еще комфортнее. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов, Григорий Плешаков. События.